В Казани с 4 по 7 августа прошел 7-й Всемирный форум татарской молодежи, где приняло участие около 900 ребят из 30 стран мира. Торжественное открытие состоялось в торгово-развлекательном комплексе Корстен с участием председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина. В этот же день работала аллея татарских молодежных проектов. На выставке делегаты из разных стран и регионов представили свои работы, направленные на развитие татарского языка и культуры. Тукаевская весна – это проект, организованный Татарским культурно-образовательным центром ДУСЛЫК. Это был цикл мероприятий, проходивших с апреля по июнь. Цикл проект – во-первых, сближение татарской и казахской культуры, то есть продолжение сближения. Отталкиваюсь от проблемы, что много татар не знают своего родного языка. В нашем приложении есть игры, которые развивают татарский язык. Они помогают ребенку, ученикам изучать татарский язык. Есть у нас отличный проект, называется «Движение Штаб». Его возглавляет Ямалеев Рустам Фаизович. Собирается молодежь для того, чтобы все общались между собой, поддерживали и также помнили татарские традиции, обычаи. Приезжая, допустим, из той же Казани в Москву, люди приезжают, и они знали, что они не одиноки, и вокруг них тоже есть татары, которые рады их поддержать и помочь им в трудный момент. После открытия форума состоялась работа по секциям в формате школы проектов Акклфабрикаса. Делегаты представили свои проекты на тему менеджмент этнокультурных проектов, истории и туризм, пиар и журналистика, воспитание и образование, татарский язык и интернет. По итогам голосования председателем Синирного форума татарской молодежи на последующие два года стал Табрис Ярулин. Благодаря насыщенной программе ребята посетили музей Тысячелетия Казани, экскурсию по Болгарскому государственному историку и архитектурному музею-заповеднику, а также побывали на фестивале Пещан Базаре. Регина Фахрудинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.